привет всем кто уже затеял ремонт или только его планирует это перестройка программа в которой мы выбираем строительные и отделочные материалы а также тестируем новые технологии хотите чтобы ремонт не отнимал много времени средств и сил тогда присоединяйтесь сегодня в перестройке рассказываем о покрытии мультисенс пол аватара тестируем его на прочность износа стойкость задаем бытовые трудности а также сравниваем его с другими напольными покрытиями тестировать достаточно необычное напольное покрытие мультисенс мы будем с профит представителем компании алекс круп александром бачков александр привет добрый день для начала да и для чистоты эксперимента расскажем что скрывается за таким фантастическим названием мультисенс пол аватара главное отличие мультисенс полов аватара от ламината и других подобных покрытий это способ создания декора здесь используется цифровая печать с миллионами оттенков это позволяет добиться реалистичности изображения как на деревянных напольных покрытиях например для ламината используется фотобумага бумага на которую изначально наносится декор рисунок который мы видим и он не точный бумага имеет эффект промокашки так называемый и когда происходит печать рисунок расплывается немножко и соответственно сымитировать точно например оттенки натуральный паркет на доске в ламинате невозможно это как бы основное отличие аватары от ламината и подобных покрытий кроме того основное отличие этого продукта от ламината это то что здесь совершенно другой используется защитный слой дело в том что если бы мы использовали такой защитный слой как на ламинате мы бы никогда не получили такую прозрачности здесь используется специальный полиакриловый лак который абсолютно прозрачен и ту четкость которую мы создали с помощью цифровой печати соответственно мы можем увидеть ее благодаря этому покрытию кроме того если мы например уложим в одной комнате мультисенс пол аватара а в другой например паркетную доску то обычный человек не специалист не сможет отличить где какое напольное покрытие потому что мультисенс полы аватара они настолько аутентичны настолько приближена имитация к паркетной доске по теплоте по ощущениям это тоже почти паркетная доска но при этом с точки зрения эксплуатации мультисенс полы аватара намного проще в повседневном быту тогда давайте же этот факт мы сейчас с вами и проверим первый тест тактильный то есть на ощупь назовем так в отличие от холодного ламината поверхность мультисенс пол аватара теплая и мягкая на ощупь ближе всего по тактильным ощущениям мультисенс пол похож на массивную доску но кстати и звучит похоже александр почему напольное покрытие мультисенс пол аватара у него звук достаточно глухой такой плотный а у ламината нашего он такой звонкий дребезжащий с чем связано в чем отличие звуковое но это потому сергей потому что вы не использовали подложку для ламината поэтому мы получили такой звонкий звук на самом деле в отличие от мультисенс полового аватара здесь производитель уже сразу заботился чтобы покупатель не бегал в поисках подложки он сразу ее приклеил к тыльной части то есть мы имеем готовое решение которое позволит покупателю сразу уложить получить готовый пол без этого эффекта барабана вот собственно говоря отличие которые возникли у нас сейчас звуки в данном конкретном случае подложка уже не требуется соответственно это дополнительная экономия безусловно да к тому же эта подложка имеет хорошие характеристики по шумоизоляции то есть она достаточно хорошо снижает шум коли мы уже заговорили о подложке сейчас мы проведем тест под названием акустический комфорт и я думаю что нужно создать равные условия так то есть под ламинат нам нужна подложка и тогда мы перейдем к нашим экспериментам есть у вас кусочек подложки есть договорились чтобы равные условия были абсолютно для всех давайте так вот подложка вот ламинат я заготовил звукораздражающий инвентарь назовем его именно так это например кастрюли который бывает что падает на кухне и оторотительный звук для чистоты эксперимента нам понадобится шумомер как мы поймем что это шум с помощью шума собственно прямо сейчас мы проведем наш эксперимент уроним кастрюлю сначала на ламинат который уже предварительно оформлен скажем так подложкой но затем перейдем к мультисенс пол аватар ну допустим возьмем какую планку около метра внутрь визуально до услуг готовы 58 с половиной перейдем к нашему следующему участнику кастрюлю вам подложка в данном случае нам не потребуется я напомню что подложка уже у нас приклеена она установлена ну что чтобы все было честно на таком же расстоянии тишина 49 и 6 как ни странно звучит в этом испытании акустический комфорт со счетом 49 58 побеждает мультисенс пол аватара ну а мы продолжим наше испытание проведем наш традиционный тест на механическое воздействие или как я люблю называть краш-тест собственно в руках у меня два инструмента как вы понимаете молотоке и металлическая щетка что краш-тест первый испытуемый ламинат посмотрим что будет с ним так сразу видны такое небольшое углубление и конечно рисунок уже деформировал движемся дальше 321 еще раз так если если честно я удивлен ничего не произошло александр благодаря чему это происходит сергей это происходит благодаря тому что во первых в основе этого пола используется очень плотная хдф плита поверхность здесь защищена поле акриловым лаком который устойчив к таким вот нагрузкам падающим предметам царапинам вмятинам и так далее а к воздействию металлической щетки он устойчив давайте попробуем если он выдерживает ударную нагрузку то нагрузку на истирание тем более выдержит давайте аккуратненько такой квадратик с краешку да да что они но щетка истерлась честно признаться я удивлен во первых нету истирание какого-то верхнего слоя когда остается какая-то пыль либо еще что-то ну потому что это лак а самое интересное что не остается следов от металлической щетки у нас кадре появился новый реквизит а значит мы сейчас будем проводить тесты на влагостойкость александр насколько я понимаю что в этом тесте нам придется сейчас собрать наш с вами да совершенно верно сергей дело в том что главная проблема напольных покрытий это проникновение воды в стык между планками давайте проэкспериментируем посмотрим как аватара справится с этими сложностями можно ли например уложить ее будет той же кухне александр а насколько легко просто можно собрать наш напольный покрытий мультисенс полы аватара собирается очень легко вы можете в этом сами убедиться здесь попробую здесь есть замок который называется кликинг изи можете уложить соответственно две планки попробовать защелкнуть и вы можете убедиться в том что это действительно очень легко происходит а у меня все получилось я правильно понимаю да я сейчас признаться даже не понял что все произошло но я собственно рукастым давайте подвергнем испытанию наш стык давайте я так понимаю могу совершенства жмите смогу даст технику безопасности у нас максимально соблюдена я могу спокойно лить правильно да поехали пары здесь смотрим что же у нас происходит в а ничего не происходит абсолютно сухо стык идеально герметичен стык идеально герметичен да и и и самое главное заметьте что мы не используем никаких герметиков здесь у нас сухо чисто и без герметика все хорошо насколько я понял мультисенс пол аватара у нас лидов все самое лучшее от паркетной доски и ламината на ощупь он приятный такие приятные тактильные ощущения а по эксплуатационным качествам похож на ламинат да все правильно все бытовые трудности мультисенс пол аватара выдержал как бы мы не старались александр спасибо большое что составили компанию заходите еще спасибо сергей обязательно с удовольствием до новых встреч всем пока мультисенс пол аватара это идеальная четкость и глубина декора высокий уровень защиты от механических повреждений и конечно же приятные ощущения при коньбе еще больше полезных советов по ремонту дизайну и выбору материалов вы можете увидеть на нашем канале в youtube и в соцсетях подписывайтесь ставьте лайк и колокольчик с вами был сергей вершинин удачи в ремонте если что я рядом подписывайтесь на наш канал